А мы сегодня заключительную лекцию посвящаем комплексным соединениям. Но это знакомство. Почему я выбрал именно комплексное соединение? Потому что это класс веществ, не обязательно неорганических, это, пожалуй, самый распространённый класс веществ вообще среди всех химических соединений. Давайте начнём с определения. Так, план, я надеюсь, мы сегодня весь выполним. Лекция эта на сайте уже стоит, точнее висит. Начинаем с определения комплексного соединения. Однозначного определения нет, но в любом комплексном соединении... Так, нам ещё... А, метод есть, отлично. Надеюсь, хватит. Итак, комплексное соединение. Это центральный атом, с которым связаны отдельные атомы или группы атомов, называются реганды. Вот это довольно устойчивое образование называется комплексное... Это не обязательно соединение, не обязательно молекула, это может быть ион, комплексная частица. В английском языке используют очень характерное слово, называют эти соединения координационные. У них нет слова комплексный. Компрессный по-английски это сложный. Они называются Coordination Compounds. То есть центральный атом вокруг себя координирует отдельные атомы или группы атомов. Так, мы с вами в основном для комплексов огромное количество самых разных. Мы рассмотрим только наиболее типичные. Типичный центральный атом... Центральный атом это D-металл или его ион. Центральный атом обычно является акцептор электронов. Акцептор электронов, леганды, доноры. И почему я не стал говорить комплексная молекула, потому что комплексы бывают... Давайте несколько типичных мы с вами напишем комплексов. Рассмотрим заодно основные понятия. Итак, комплексные частицы положительные, отрицательные, нейтральные. Катион. Заряд N+. Для того, чтобы частица была положительно заряженная, нужно, чтобы леганды были нейтральными молекулами. Например, берем ион из таких известных медь 2+, и вокруг нее, например, 6 молекул воды. Вот этот ион, обусловливающий голубую окраску раствора в соли и меде, типичный катионный комплекс. Вода, леганд, медь, центральный атом. Число 6 называется КЧ, координационное число. И это же число является в данном случае валентностью меди. Медь образует, центральный ион меди образует 6 химических связей. 6 эквивалентных, довольно прочных химических связей. Нейтральное. Это либо нейтральный атом с нейтральными легандами, например, никель СО4ЖД. Либо ион металла с отрицательными легандами, число которых равно заряду иона. Ну, вот здесь пример приведен смешанного леганда. Смешанных легандов. Платина. Ионаш 3 дважды хлор 2. Интересное соединение. Одно из первых платино содержащих противоопухолевых препаратов. Платина 2+, хлор минус, аммиак нейтральный. Суммарный заряд 0, комплекс нейтральный. Отрицательные ионы только с отрицательными легандами. И число легандов должно быть больше, чем заряд иона. Ну, например, давайте с той же медью. Например, Купрум 2+. Возьмем, ну, чтобы отличаться от того, что на презентации, Купрум, ЦН4ЖД. Цианид ион имеет заряд минус 1. Их 4. Минус 4. Плюс 2. Заряд 2. Минус. Двигаемся дальше. Ну, вот, собственно, еще раз мы видим основные понятия. Центральный атом, он же называется комплексообразователь, который координирует леганды. Есть понятие леганды. Вот, новое понятие, внутренняя сфера. Внутренняя сфера, вот то, что внутри квадратных скобочек. Внутренняя сфера, это устойчивая частица. Если леганды, если комплекс образует ион, то он может диссоцировать в растворе, ну, например, какой-нибудь, так, ну, давайте напишем такую реакцию. H2-купром-хлор-4. Тетрахлора-медная кислота, можно ее назвать. Эта комплексная кислота в растворе, она дает 2H+, плюс-купром-хлор-4-2-. Вот эта внутренняя сфера, это сфера внешняя. Внешняя сфера при диссоциации, она отщепляется, то есть это обычно здесь ионная связь. Внутренняя сфера существует как самостоятельная частица даже в водном растворе. Вот такая простая классификация. И что здесь еще важно? Ну, обычный, например, вот внешний вид красной кровяной соли, один из самых характерных и самых устойчивых комплексов. Структурная формула, причем, обратите внимание, формула со стереохимией, как говорят. Вот эти связи ФРМ-ЦН лежат вертикальные, как бы они лежат для нас в плоскости рисунка. Вот эти две смотрят на нас, перпендикулярно плоскости рисунка, а вот эти пунктирные клиновидные связи от нас. То есть вот эти четыре ЦН находятся в квадрате, образуют квадрат, который расположен перпендикулярно плоскостям экрана. Ну и вот его модель, молекулярная модель этого комплекса. Что еще здесь важно? Существенный момент вот этот, химическая связь между легандами и центральным атомом почти всегда донорно-акцептанная. Она может быть более сложной природой, но донорно-акцептанная компонент там есть всегда. То есть леганд-донор, у него обязательно должна быть пара электронов. Поэтому леганды всегда... Можно сказать, что это будет основание Льюиса, частица с неподеленной парой. Заряжена она или нет, это не так существенно. Ну, может быть, наверное, мы сейчас с вами типичные леганды и изобразим. Так, прежде чем показывать порядок связи, давайте... Леганды. Наиболее популярные. Это вода. Кислороды две пары электронов. Из них в образовании химических связей участвует одна. ОН- минус. Здесь три пары. Нам достаточно одной. Аммиак с одной парой. Цианид-ион. ЦН- минус. У которого две пары. Одна на углероде, другая на азоте. И связь образуется через углерод. Давайте вернемся назад. А, нет, не назад. Вот как раз, видите, связь ФРМ-Ц. Хотя у азота тоже есть пара электронов. Аналогично СО. Пары есть на углероде, есть на кислороде. Минус все-таки на С, небольшой, дельта минус, дельта плюс. Поэтому химическая связь образуется через углерод. Так, галоген. Ионы галогенов, точнее, галоген с минусом. Там вообще четыре пары. Но это слабые комплексы образователей. Про силу связывания мы с вами еще поговорим. Так, теперь давайте посмотрим, как, собственно, образуется химическая связь. Но с точки зрения электронных орбиталей. Ну, здесь давайте. Хрома наш 3, 6. Типичный комплексообразователь. Комплекс 6 АМИАК, 3+. Ну, можно заодно и про название сказать. Название легандов, вернее, извините, название комплексов обычно строят так же, как название неорганических веществ. Сначала, ну, допустим, здесь хлор-3. Это будет хлорид комплексного катиона. Катион называется, перечисляю число легандов, гекса 6, потом название леганда, аммиак в этой терминологии аммин, с двумя Н. Гексоамин, это значит 6 аммиака. А дальше хрома 3. Все это одним словом. Берем центральный атом, хром. Пишем его электронную конфигурацию. Это аргон, 18 электронов, хром 24. И еще у него 4С1 3Д5, проскок одного С электрона на 3Д орбиталь. 6 неспаренных электронов, максимально возможное количество среди всех элементов 4-го периода, среди всех 3Д-элементов. Из этих 6 электронов отнимаем 3. Остается аргон 3Д3. Ну, эти квадратики я уже рисовать не буду. Давайте смотреть. Вот они, 3Д3. Остаются вакантные 2Д-орбитали. И еще совершенно свободные 4С и 4П. Вот вам 6 свободных орбиталей. 6 свободных орбиталей, Д2СП3. Ну, гибридизацию мы сейчас привлекать к этому не будем. Нам достаточно того, что есть неподеленные пары. 6 легандов у каждого по одной паре. И для них есть 6 свободных орбиталей. Получается донорно-акцепторные 6 связей. Валентность хрома здесь 6. Степень окисления плюс 3. Итак, донорно-акцепторная связь. Центральный атом, акцептор. Давайте посмотрим некоторые примеры комплексов. Более сложных, чем те, которые мы с вами писали. Комплексы чрезвычайно распространены в живой природе, в неживой природе. Это самый распространенный класс соединений. Но вот здесь приведем пример довольно сложного комплекса. Синтезированного специально, как катализатор окисления воды. Центральный атом рутений. Это 4D-металл, элемент пятого периода. Посмотрите, он образует 6 химических связей. 6 квалифтных связей. Но легандов при этом всего 3. Первый леганд – вода. Потом вот эта сложная частица, состоящая из двух соединенных между собой бензольных колец. Перидин и еще один перидин. Называется 2,2-фтрих-би-перидин. И на перидинах еще фосфаты, которыми эта частица цепляется на электрод и держит весь комплекс. Значит, 2 валентности она занимает. И еще один такой сложный леганд, в котором 5 циклов. Вот эти два. Еще один. И еще два. 5 циклов содержит 3 атома азота, которые координируют атомы рутений. Получается валентность 6. Ну, посмотрите на название. Название сокращенное. Вот один леганд. Точнее, не название, а формула. Название. Но оно не очень сложное. На самом деле, относительно короткое. Давайте лучше на формулу посмотрим. О, Н2 леганд. Б, П, И, биперидин. Вот. А вот это соединение, я даже не скажу. А, ну тут понятно. Метил, бензимидазол. Где у нас метил? Вот у нас метил. Так. В общем, вот это сокращение для этого пентоциклического леганда. И еще в этом леганде, вот эти две группы, 4-4 штрих, это заместители у перидинов. Потому что азот первый, 2-3-4, и в положении 4 у одного цикла, в положении 4 штрих, штрих означает другой цикл, еще один фосфат. Вот такой получается комплекс. Таких комплексов огромное количество. Я вам покажу два природных, абсолютно естественных, хлорофилл. Центральный ион, центральный атом, точнее магний, точнее ион магния, он связан с четырьмя атомами азота. Вот смотрите, здесь 4 пятичленных цикла, называются перрольные циклы. И здесь образуются две обычные эквивалентные связи, две донорно-акцепторные. Так, ну здесь вот так изображено. И вот в центре вот эти 4 кольца связаны между собой так, что внутри остается окошко, дырочка, емкость для центрального атома. И в хлорофилле, веществе, имеющем зеленый цвет и придающем зеленую окраску огромному количеству растений, центральный ион – это ион магния. А вот это один вот такой большой сложный элегант, содержащий 4 атома азота. И здесь давайте я вам сразу напишу классификацию. Леганды подразделяют на монодентатные. Дент – это зубдентатные. Это значит один атом, связан с центральным. Один донор. И полидентатные. Поли – значит больше или равно двух атомов-доноров. Вот это тетродентатный элегант. Так, это хлорофилл. Окрашенное вещество. Другое вещество, совсем из другой области – это растение, теперь животное. Составная часть гемоглобина, которого в нас самих довольно большое количество. Не могу сказать точно, сколько граммов, но достаточно много. Посмотрите, опять комплекс. Те же самые 4 атома азота. Тут немножко разное количество двойных связей. Они по конкретному составу, гем и хлорофилл, немножко отличаются. Но суть та же самая. Тетропирольное концов плоское. Сопряженные двойные одинарные связи. Устойчивый ароматический цикл. И в центре находится ион переходного металла, железо 2+. В геме это железо 2+. Еще, посмотрите, здесь валентность 4. Самая типичная валентность в комплексах – это 6. Здесь еще две свободные валентности. Одна из них используется для того, чтобы вот этот гем соединялся с белком. Гемоглобин. Гем плюс белок. Шестая валентность, пятая валентность идет на белок. Значит, феррум 2+. Четыре связи феррум N и одна связь феррум-белок. Я не знаю, какой там именно аминокислотный остаток, но еще одна донорно-акцепторная. И последняя, шестая связь – это связь с кислородом. Для транспортировки которого, собственно, и предназначен вот этот гемоглобин, и точнее его составная часть гем. Ну и в гемоглобине таких гемов, может быть, вы знаете, четыре. Так, теперь давайте поговорим о том, как вообще люди догадались о том, что существует внутренняя сфера, внешняя сфера, центральный атом. Ведь в XIX веке, когда появилась координационная теория, а автором первой структурной теории комплексных соединений является выдающийся химик Альфред Вернер. Я не помню точно, я уверен абсолютно, что он лауреат Нобелевской премии. Он исследовал растворы комплексных соединений. В те времена не было таких способов анализа структуры, как рентген, скажем, спектроскопия, масс-спектрометрия. Сейчас огромное количество существует способов установления строения вещества. Тогда можно было просто анализировать химические свойства, можно было взвешивать массу, измерять физические свойства. И вот, например, давайте посмотрим комплексные соединения состава. Состав можно определять элементный. Платина хлор-4 умножить на 3НH3. И вот вещество такого состава при растворении дает 2 иона. Хлор- плюс, там, какой-нибудь Х- плюс. И все. Число ионов легко определить по электропроводности. Общее число ионов. А, например, число хлорид-ионов можно легко измерить, добавив нитрат серебра и взвесив полученный осадок. И вот Вернерд объяснял тем, что такое вещество состоит из устойчивой частицы платина хлор-3НH3 трижды. Это внутренняя сфера. И во внешней сфере еще хлор. Это плюс, это минус. Платина здесь плюс 4. Получается, из четырех атомов хлора три входят во внутреннюю сферу. Они довольно устойчивы. Один находится во внешней сфере. Он сразу диссоцирует при растворении в воде. Так, ну какое-нибудь еще вещество возьмем. Так, вот такое. Калий, хлор, платина. Двоеных хлоров нет вообще. Так, давайте посмотрим. Раз хлоров нет вообще, значит, они все входят во внутреннюю сферу. Так, получается калий плюс, платина, хлор-5ННH3. И еще один аммиак в виде, находится, ну это аналог кристаллогидрата. То есть это получается сальват. Кристаллосальват. И такое вещество дает два иона. Вот этот ион отрицательный. Он не дает расходка с нитратом серебра. Это ион положительный. Вот это координационная теория Вернера. Благодаря исследованию растворов, образующихся из комплексных соединений, он смог предположить их структуру и ввел понятие внутренней сферы и внешней сферы. Так, про леганды давайте чуть-чуть с вами поговорим, посмотрим. Теперь мы с вами писали, уже сейчас писать не будем, посмотрим, чего мы с вами упустили. Здесь, конечно, список легандов гораздо больше. В красном выделено то, что мы с вами написали. Ну да, практически полностью это совпадает. Это важнейшие, самые распространенные леганды. А что есть кроме них? Например, кислород, содержащие нитрит, ион, спирты, альдегиды. В большинстве соединений кислорода есть неподелённые пары, поэтому, в принципе, даже перекись водорода может быть легандом. Вопрос только в том, насколько прочная связь при этом образуется. У серы, серый аналог кислорода, сульфиды могут служить легандами, опять же, не очень привычными. Про прочные леганды мы с вами поговорим. У азота, простите, у азота огромное число легандов. Мы видели аммиак, мы видели биперидин, мы видели пятичленные, пятициклическое, пентоциклическое соединение. Ну вот, перидин, нитрит, тот же самый. Причём, посмотрите, они изомеры. Но в одном случае у вас нитрит ион, а ОНО минус. Вот так напишем. В одном случае эта частица связывается через кислород, в другом случае через азот. Минус будет на азоте. Так, ну здесь что-нибудь такого типа. Это пример координационной изомерии. Частицы одного и того же состава образуют комплексы с разным типом связи. Это леганд по кислороду, это леганд по азоту. Так, амины, гидрозин, азит-ион и так далее. Леганда может быть фосфор, вот леганд углерод. СОЦН минус и галаген, они леганды слабенькие. Даже Йон H минус может быть легандом. Пример комплексного соединения, хорошо известный восстановитель, литий алюмогидрид. Литий плюс алюминий H4 минус. Примеры бидентатных легандов. Давайте посмотрим. Так, из интересных легандов сульфат очень слабый комплекс образует. Можем не писать о карбонат. Но, наверное, примеры, какие-нибудь примеры я вам покажу. О карбонат интересный. Вот вы знаете, может быть, слышали, что трехвалентные металлы карбонатов не образуют. Алюминий, железо, хром. Но есть, могут быть, карбонаты трехвалентных металлов в виде комплексов. Ну, допустим, что-нибудь типа лантан СО3 трижды плюс 3. Три раза по минус 2, заряд будет 3 минус. Вот такие комплексные карбонаты существуют. Устойчивые комплексы достаточно оксалаты. Вот вам, посмотрите, здесь везде по два кислорода. Два кислорода, два донорных атома. И такие комплексы называются хилатны. Известное в химии слово. Хилаты. Они образуют очень устойчивые частицы, потому что, смотрите, чем, например... Ну, я вам сейчас покажу на примере этилендиамина. Почему они интересны? Вот давайте сравним два комплекса. С двумя атомами азота. Какой-нибудь центральный атом Х возьмем. И, допустим, он соединен с двумя молекулами АК в одном случае. Ну и что-то там еще у него есть. А в другом случае он соединен с двумя азотами, но находящимися в составе одного соединения. НХ2, НХ2, СХ2, СХ2, НХ2. Очевидно, какой из комплексов устойчивее. Потому что, например, вот если эта связь разорвется, аммиак может сразу улететь, ну, на что-то может заместиться, там, на хлор, на воду. Аналогично этот аммиак. Если разрывается вот эта связь, то за счет того, что молекула вот эта образует единое целое Вот эта группа NH2, она не уходит сразу далеко Она в какое-то время будет все равно вблизи центрального атома И может обратно образовать химическую связь Вот эта целостность, здесь леганды изолированные А здесь это целая структура, и она как бы загораживает атом Здесь кроме собственно прочности химической связи, здесь еще играют роль энтропийные факторы Вот эта структура более устойчивая Существуют леганды, мы видели с вами, значит, это бидентатные Мы видели тридентатные Видели тетродентатные, перферины, гем и хлорофил А вот уникальный леганд А ну вот давайте посмотрим, значит А, это название Ну на названиях не будем останавливаться, это всегда можно посмотреть Номенклатура нас сейчас не очень интересует Ну может быть только видите, вот эти два Вода это аква, а мяк это амин Так, вот уникальный леганд ЭДТА Хорошо известное слово Но чем, где мы с ним можем столкнуться в обычной жизни Например, если кто-то из вас любит кофе Кофемашины чистят Средством, растворяющим накипь В дорогих средствах содержится вот такая Ну это не кислота, точнее это соль Этилен диамин, смотрите ЭДТА Значит, этилен CH2CH2 Диамин NH2 Вот это этилен диамин Теперь тетрауксусное Вместе четырех водородов Здесь Остатки уксусной кислоты CH2COO минус CH2COO минус И аналогично здесь И в комплекс этот ион входит Это кислота четырехосновная Ну, напишу так, аналогично Еще две такие же группы Я написал в ионизированной форме Потому что в нейтральных растворах Это преимущественно форма существования Кислота по первым двум ступеням довольно сильная И в состав комплексов она входит в виде Тетра Отрицательного иона с зарядом 4 минус Посмотрите на число Донорных атомов Два азота И от каждой ацетатной группы По одному кислороду По тому кислороду, на котором минус Один минус Один минус второй Третий Четвертый Вот они образуют шесть химических связей Причем за счет гибкости вот этого скелета Здесь четыре связи, которые могут изгибаться Вокруг которых может быть свободное вращение Существует возможность Пространственной координации Всех этих шести атомов Так что они очень плотно окружают центральные атомы Ну, например, там Кальций ДТА Какой у нас здесь заряд будет? Четыре минус Четыре минус Ну, два минус Получается Вот эти ионы За счет того, что здесь шесть атомов Это суперхелатный элегант Вот ЭДТА хорошо растворяет Например, даже карбонат кальция Хотя для кальция Вообще Ее комплексные соединения не очень характерны Но ЭДТА исключение Вот это уникальный элегант Давайте поговорим про геометрию комплексов Выбор геометрии Он не очень большой Мы рассмотрим только Три типичных координационных числа И всего четыре геометрии Координационное число 2 Комплекс всегда линейные Ну, например Я так напишу Вот почему Линейные отталкивания электронных паж То, о чем мы говорили На одной из первых лекций Два элеганда У каждой Повышенная плотность Отрицательного заряда Неподеленные пары И они должны быть Максимально далеко Друг от друга Пример Ну, давайте Характерный пример Альгентум И наш три дважды с плюсом Оно здесь и показано Да, здесь положительный ион И один отрицательный Координационное число 2 Характерно для Атомов Однозарядных М плюс Довольно часто Хотя не всегда Координационное число Равно удвоенному заряду Центрального атома Теперь Координационное число 4 Два варианта Тетраэдр Тетраэдр Или квадрат Это зависит и от природы элегандов И от типа центрального атома Давайте посмотрим в чем между ними разница Заодно и обсудим варианты изомерии Вот смотрите МЛ4 По одному примеру напишем Никель СОО4 Ну и здесь, например, платина Какой там Дифлордиамин Да Платина НН3 Дважды хлор 2 Квадратный комплекс Здесь изображены 4 одинаковых элеганды Обозначенные буквой L Если мы возьмем один из них Заменим на другой элеганд Вот здесь и здесь И в квадрате и в трейдере Все 4 позиции одинаковые Значит, замена одного элеганда на другой Одного только Она не приведет к появлению изомеров Потому что все положения эквивалентны Если мы добавим второй такой же элегант Ну, например, рассмотрим МЛ2Х2 Вот здесь тетраэдра от квадрата отличается сильно Потому что здесь не только все позиции эквивалентны В тетраэдре Здесь все пары эквивалентны Куда бы мы не поместили два элеганда Они всегда будут рядом Любые два ребра тетраэдра соседние Но здесь не совсем ребра Здесь они соединены с центром Любые две химические связи находятся рядом Иное дело квадрат Посмотрите, пожалуйста, здесь Есть соседние атомы, а есть атомы, разделенные центральным И вот в случае квадрата Возможно два изомера Один цис, другой транс Это пространственное изомерие в неорганической химии И очень хорошо известный пример Это дихлордиамин платина Нейтральное вещество Уже, по-моему, третий раз оно у нас сегодня появляется Смотрите, к чему это приводит различия в геометрии Ну вот, например, изомер цис Два хлора по одну сторону, два аммиака по другую От платины Вот здесь две Извините, нет, пара, она сюда Расположена Это я погорячился Но, значит, вот эти два атома азота Они могут взаимодействовать, например, с нуклеиновыми кислотами С ДНК, образовывать водородные связи Если они рядом, комплементарные водородные связи С каким-нибудь ДНК-вирусом, например, онковирусом Если атомы далеко друг от друга И на этом, кстати, основано химическое действие вот этого препарата Платины выступают носителем действующего начала Два расположенных рядом леганда, две молекулы аммиака Если они далеко друг от друга Одной связи азота с вирусом, с ДНК-вируса недостаточно Это транссизомер Он практически не обладает лекарственным действием Цисизомер, ну, он немножко устаревший уже Сейчас используют более эффективные средства Вот к чему прибудет разница в геометрии Аналогичная вещь с октаэдрами Сейчас я вам покажу Вот посмотрите, у октаэдра Если у вас есть Значит, октаэдр это 6 легандов Меняем 2 4х 2у 2у Могут быть рядом А могут быть разделены Центральным атомом Аналогично квадратному комплексу Если у вас 3 атома То же самое возможно 2 изомера Это легко проверить Вот То есть, получается, что пространственная изомерия В данном случае это даже не Это называется геометрическая изомерия Она возможна, если у вас есть разные леганды У комплексов, возможно, даже оптическая изомерия Вы про нее будете говорить с Татьяной Владимировной Это если молекула сильно не симметричная У нее нет ни центров, ни плоскостей симметрии То ее зеркальные отражения не совпадают с этой молекулой И это получаются 2 разных вещества У комплексов это возможно К тем комплексам, которые изображены здесь, это не относится У них у всех есть плоскости симметрии Здесь она проходит через вертикальную вот эту связь Здесь она проходит через вот эту связь По бисекрисии угла соединяющего Там Y, центральный атом Y Так, ну что теперь Электронное строение комплексов Поговорим о теории кристаллического поля Это довольно простая теория, описывающая Магнитные свойства комплексов И иногда их окраску ТКП Называется по-русски Теория кристаллического поля По-английски Crystal Field Crystal Field Theory Берется центральный атом И леганды вокруг него Рассматриваются как точечные отрицательные заряды Центральный атом Плюс точечные леганды Первое, леганды точечные Второе, взаимодействие кулоновское И вот посмотрите Свободный ион металла В атомах, в ионах D-орбитали имеют одну и ту же энергию DXY, DXZ То есть весь набор орбиталей Энергия не зависит от квантового числа ML, а зависит только от главного квантового числа И орбитального L От N и от L Но здесь у всех L равно 2 В обычных атомах и ионах D-орбитали имеют одинаковую энергию Происходит это потому, что атом имеет сферическую симметрию Высокосимметричные частицы имеют Так говорят, вырожденный спектр энергии Сильное вырождение То есть большое число уровней с одинаковой энергией Теперь помещаем этот ион в поле точечных зарядов Любое расположение точек имеет меньшую симметрию, чем сфера Гораздо меньшего сфера симметрия бесконечная Сфера поворачивает на любой угол Относительно оси, проходящей через ее центр Вот, а если у вас появляются, например, 6 точечных зарядов В вершине октайдера, посмотрите, вот у вас октайдер 6 зарядов И они по-разному взаимодействуют с D-орбиталями центрального атома Посмотрите, одна орбиталь, вот это у нас орбиталь Dx квадрат минус y квадрат Одна орбиталь расположена так, что максимум электронной плотности близко к элегантам Эта орбиталь отталкивается сильнее Посмотрите, здесь у вас происходит увеличение энергии в поле элегантов Потому что отталкивание, отталкивание всегда энергия в плюс То есть электронные орбитали, электронные облака центрального атома D-орбитали центрального атома отталкиваются от точечных легандов Причем отталкивание разное Для двух орбиталей из пяти оно особенно большое Для трех оно меньше И вот за счет понижения симметрии происходит расщепление Вот эта важная физическая идея, имеющая математическую природу Расщепление в поле элегантов происходит за счет уменьшения симметрии А расщепление чего? Расщепление D-подуровня Было пять D-орбиталей с одинаковой энергией Поместили вокруг шесть зарядов Можно не шесть, можно четыре Теперь мы посмотрим с вами другие поля Самое распространенное поле Актеридерическое Самое распространенное координационное число шесть Так, и в зависимости от типа элеганда От геометрии, от расстояния между элегантом и центральным атомом Разная будет величина расщепления Расщепление будет всегда Вопрос в том, большое или маленькое И вот по величине расщепление Посмотрите, вторая орбиталь Вот эта орбиталь отталкивается сильно Орбиталь, я думаю, что это Dxz Две восьмойки, но они под углом 45 градусов Они расположены вдоль бисектрис координатных осей И они отталкиваются, но не так сильно, потому что они просто дальше от этих элегантов Это примитивное объяснение, которое показывает, почему разные орбитали по-разному взаимодействуют с элегантами И вот теперь посмотрите, бывает расщепление большое Так, очень большое Это разница в энергии Бывает маленькая В первую очередь это зависит от природы элегантов И по способности расщеплять D под уровень По величине этого расщепления элеганты располагаются на основе опытных данных В ряд, который называется спектрохимический Самое сильное расщепление у элегантов на основе углерода СОЦН- Это ряд опытный, экспериментальный Заранее это предсказать невозможно СОЦН- дает наибольшее расщепление Потом аммиак Вода И самые слабые элеганты в этом смысле Это галогены Тор-минус, тор-минус и так далее Вот это называется спектрохимический ряд То есть комплекс цианидный У него всегда здоровое расстояние между нижним уровнем Между нижними тремя д-орбитариями и верхними двумя У низких, у комплексов Образованных галогенами Простите, галогенами, кислородом Точнее, гидроксид, ионом и водой Там расщепление гораздо меньше К чему это приводит? А приводит это к разному числу неспаренных электронов Потому что если расщепление маленькое То электронам может быть выгоднее Подчиниться правилу Хунда И перейти на Внешнюю орбитарь На более высокую по энергии орбитарь, которая все равно рядом по энергии Разница здесь маленькая Для того, чтобы было максимальное число неспаренных электронов Ну, давайте вот напишем этот гексовторит кобальта Кобальт в торс 6 с минусом Итак, кобальт Это 4С2 3D7 Так, кобальт в торс 6, простите, 3 минусы У нас здесь ион кобальта 3 плюс Получается 3D6 6D электронов Есть расщепление, значит у нас два варианта Разместить эти 6D электронов по орбиталям 3 плюс 2 Значит, один вариант орбитали рядом Другой вариант Орбитали далеко Если орбитали рядом, то вот эта разность в энергии небольшая Она менее важна, чем стремление к максимальному спину То есть, получается энергетически более выгодная вот такая конфигурация Когда электроны занимают все возможные свободные орбитали Здесь получается 4 неиспаренных электрона Спиновое квантовое число будет 2 Такой комплекс называется высокоспиновый Ну, этот комплекс получается парамагнитный Это легко, магнитные измерения помогают установить строение комплекса Если у нас расщепление большое Кобальт CN6 3 минус Конфигурация та же самая, это кобальт 3 плюс Но вот здесь уже расстояние большое И стремление распаривается Здесь пренебрежимо по сравнению к стремлению иметь наименьшую энергию Все 6 электронов располагаются на низших уровнях У этого комплекса суммарный спин равен нулю Комплекс диамагнитный И такие комплексы называются низкоспиновые Ну и заодно давайте мы с вами сейчас Решим такую задачу Низкоспиновый Какое максимальное и минимальное число D электронов должно быть Чтобы появилась разница между низко и высоко спиновыми комплексами Если у вас есть комплекс 1, 2 или 3D электроны Они в любом случае всегда будут размещаться внизу Первая альтернатива появляется D4 Ну давайте подумаем, какой ион у нас может иметь конфигурацию D4 Ну из известных нам 4 валентных электрона Ну ион, значит берем пятый элемент, пятый 3D элемент в анаде В анаде с плюсом не бывает Шестой хром Хром 2+, марганец 3+, это менее характерно, но тоже есть D4 уже появляются варианты Дальше D5 Пример D5 Марганец 2+, Железо 3+, Так, дальше D6, D7 Так, будут ли варианты для D8? Давайте посмотрим Так, есть ли D8? Наверное, уже нет По-любому у нас единственная возможность разместить D8 6 внизу и 2 вверху То есть получается от D4 до D7 есть различия между высоко и низкоспинными комплексами Ну, например, D7 Может быть вариант 6 внизу, 1 вверху Либо 5 внизу, 2 вверху В одном случае будет один неспаренный электрон В другом 3 Низко-высоко-спиновый Так, это мы с вами объясняем магнитные свойства комплексов Теперь окраска Окраска чем вызвана? Поглощением света или испусканием света Ну, в данном случае поглощение Поглощение света Причем вот эти расщепления Величины расщепления такие, что Они Разница в энергиях Дельта Е Она попадает в видимый диапазон Дельта Е равно H Равно Частота это Скорость света на длину волны И Видимый свет От 400 нанометров До 700 нанометров Огромное количество комплексных соединений Открашены Причем Посмотрите, вот Голубой раствор медного клапороса Он голубой В воде Там Образуются комплексы Купром H2O6 2 плюс Безводный Купром СО4 Он бесцветный Купром 2 плюс Бесцветный Купром H2O6 2 плюс Имеет красивый голубой цвет Дальше Дальше смотрите А вот здесь этот Голубой цвет Превращает Ой, простите, вперед сбежал Превращается в ярко-синий Что мы сделали? Мы добавили аммиак И вот здесь я наверное Все-таки напишу вам Уравнение реакции Чтобы представлять Что там происходит Сначала Сульфат меди Голубой раствор Добавляем аммиак Который имеет щелочную среду В первую очередь Аммиак это основание И там Выпадает осадок Купром H2O6 Вот он здесь Хорошо виден Хлопья такие голубые Ну это может быть осадок То есть может быть Гидроксид Может быть основные соли Плюс NH4O2SO4 Обычная Обменная реакция В щелочной среде Медь выпадает В виде Нерастворимого Гидроксида Но Этот гидроксид Нерастворим в воде Но прекрасно Растворим В избытке аммиака И если мы добавим Не 2 аммиака А6 Избыток аммиака Мы получим Не осадок А раствор И не голубой А ярко-синий Купром Купром NH3 Четырежды СО4 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 во внешней сфере Плюс Плюс Сульфат аммиака Аммиака Купром Аммиак Чуть-чуть более Сильный Цвет Так Ну вот Другой пример Комплекс Никеля Зеленый Добавлением аммиака Он превращается В синий цвет Добавлением этилена Диамина Превращается В фиолетовый То есть это всего лишь Навсего Изменение окраски За счет Изменения Энергетических Уровней А переходы Происходят Между 3D Электронами Достаточно Небольшого Изменения Количества Элеганда Чтобы цвет Поменялся Кардинально Химия Комплексное соединение Она в этом плане Очень красивая И очень разнообразная Именно по цветам Так Давайте посмотрим Какие еще бывают Расщепления Эта вещь совсем Необязательная Наверное обязательно Знать только Расщепления В самом распространенном Актоидрическом поле Так Итак смотрите Вот это был свободный Йон Ничем не окруженный Дальше Поместили его В заряженную сферу Это мысленный эксперимент Просто чтобы показать Что если у вас Поле Сферическая симметрия Имеет То расщепления не будет Всего лишь увеличится Энергия за счет Отталкивания зарядов А вот потом Сферическое поле Меняем на Точечное С таким же суммарным Зарядом Но при этом Полная энергия Не меняется Посмотрите У нас Кстати За счет того что полная энергия Не меняется Мы с вами можем посчитать Вот эту энергию И вот эту Давайте это сделаем Вот у вас есть Д под уровень Здесь две орбитали Здесь три Обозначим расщепление дельта Полное расщепление И тогда вот этот уровень Будет Три пятых То есть Три пятых дельта А это расщепление Две пятых дельта Суммарная энергия При этом остается Неизменной Здесь уменьшается На шесть пятых дельта Трижды две пятых Здесь увеличивается На шесть пятых Ну разумеется При условии что Полный заряд такой же Как в этой мысленной сфере В тетраэдрическом поле Посмотрите Порядок орбиталей меняется Те, которые дальше Выше всего по энергии В тетраэдрическом поле В тетраэдрическом Наоборот Идут вниз Те же самые Посмотрите dx квадрат минус y квадрат И dz квадрат Три однотипных орбитали xy, xz и yz Наоборот Здесь становятся высокими И Вот это Важное число 4,9 Тетраэдрические Тетраэдрические комплексы Всегда Высокоспиновые Тут Нет большого Расщепления Дельта Тетраэдрическая Равно 4,9 Дельта Актридрическая При условии что Реганты такого же типа И Эти комплексы Всегда Высокоспиновые Ну и у нас с вами есть еще одно расщепление Еще одна асимметрия Это квадрат Здесь запоминать не надо Квадрат можно рассматривать как частный случай Актридра У которого два Реганда Ушли на бесконечное расстояние Посмотрите Вот был Актридр Потом берут И верхний и нижний Регант Растягивают Потом в пределе Убирают на бесконечность При этом Энергия орбитали меняется И в конце концов Мы получаем Посмотрите Расщепление актридрическое Два Один Один Но это совсем не надо запоминать Здесь просто важная идея Расщепление Тип расщепления Для подорвания Зависит от симметрии Самые распространенные варианты Три плюс два Октайдр Два плюс три Тетраэдр Эти два типа комплексов С координационным числом 6 и 4 Они охватывают огромное число Разных комплексных соединений Так Про расщепление мы с вами сказали все И нам осталось поговорить про Равновесие в растворах комплексов Константра устойчивости Что это такое? Значит Комплексное соединение Мы с вами говорили Бывают прочные комплексы Бывают не очень прочные Ну вот частица Например Аргентом плюс Берем Ее можно превратить в осадок В хлориз серебра Выпадет осадок И мы скажем Что хлор минус Связывает серебро Происходит уменьшение числа Ионов связывания Это равновесие И мы с вами В позапрошлый раз Это равновесие Характеризовали Произведением растворимости Которое равно Точнее мы обратный процесс Характеризовали Произведением растворимости Не образование осадка А его диссоциацию Это константа равновесия Чем она меньше Тем сильнее связываются ионы То есть Аргентом хлор Это осадок Но все-таки Хоть сколько-нибудь Он растворим То, что растворимо Диссоциирует Вот И равновесие Описываются Константы Аналогичная Константа Имеет место В комплексах Аргентом плюс При добавлении аммиака Связывается аммиаком В частицу Вьем диамин серебра Этот процесс Обратим Хотя очень сильно Смещен сюда Но все равно Обратим И для этого процесса Существует Константа равновесия Она называется Константа Устойчивости И определяется Обычным образом Это концентрация Продукта Растворимого Но здесь Концентрация Совпадает По обозначению С внутренней сферой Поделить На концентрацию Серебра И поделить На концентрацию Аммиака По определению Понятно Что чем больше Константа Устойчивости Тем сильнее Легант Связывает Данный атом Аммиак Средненький комплекс Образователь Какая у него Константа Устойчивости Вот здесь Получается 10 в 7 Большая Константа 10 миллионов Но есть Гораздо больше Так Если здесь Да Посмотрите Цианид Цианид Я вам напишу Саму константу Если мы добавляем Вместо аммиака Цианид Самый сильный Комплекс Образователь С серебром Получается Комплекс С константой Устойчивости Аргентом Цианид Дважды Минус Порядка 10 21 И это еще Не очень много Это за счет того Что Леганда всего 2 Если Скажем У ЭДТА У Комплексов С большим числом Цианид Ионов Константы Устойчивости Бывают Гораздо Больше Вот это пример Очень устойчивого комплекса Ну а дальше смотрите На что это влияет Это влияет В первую очередь На направление Химических реакций Вот здесь Серебро Связано Но связано Не очень сильно А вот здесь Оно связано Вот здесь Очень сильно И отсюда Его уже не вытернешь А из предыдущего Комплекса можно Давайте Напишем Несколько химических Реакций Берем растворимый Нитрат серебра Добавляем Натрий в хлор Серебро Выпадает в остаток Мы его связали Плюс Натрия внутри Реакция смещена В сторону образования Малорастворимого Вещества Обычный принцип Ионных равновесий Теперь К полученному Осадку Добавляем Избыток аммиократ Желательно Концентрированного И получится Что у вас Ион серебра Из хлорида Переходит В Ну назовем его Аммиократ Асгентом NH3 Дважды Хлор Вот здесь Он связан Сильнее И мы С вами Даже можем Посчитать Констант Равновесие Вот этого Процесса Давайте попробуем Так Если у нас там Подобные числа Есть Итак Это твердый Это раствор Это раствор Так Так Если мы считаем Что у нас есть Равновесие Между осадком И комплексом Константа Будет равна Константа Равновесия Концентрация Альгентом NH3 Дважды Плюс Это Диссоцирующий Комплекс Поэтому Дает 2 иона Концентрацию Хлора Поделить На Аммиак В квадрате Теперь Давайте Мы с вами Умножим Так Правильно Написал По-моему Да Угу Теперь Умножим Числитель И знаменатель На Альгентом Плюс От этого Дробь Не изменится Но у нас Вот эта Константа Предстанет В виде Произведения Двух Констант Одна Константа Устойчивости Другая Произведение Растворимости И чем больше Константа Тем сильнее Равновесие Смещено вправо Значит мы видим Что комплексы Хорошо образуются Если Осадок Не очень Плохо растворим Если он не очень Маленькое Пр И он будет Хорошо растворим В устойчивом Комплексе Так Ну В данном Случае У нас получится Это у нас 10 в минус 10 в 7 Здесь Порядок 10 в минус 10 Ну и получается Порядок 10 в минус 3 Но из них На самом деле Довольно много За счет аммиака В концентрированном Растворе аммиака Концентрация Порядка 10 мл Теперь смотрите Дальше Вот к этому Раствору Добавляем Хорий И выпадает Осадок Потому что Йод с минусом У него На 6 порядков Меньше Пр И он Сильнее связывает Серебро Чем аммиак У нас получается Реакция Аргентум Наш 3 Дважды С плюсом Плюс Йод минус То есть Йод отсюда Выдергивает Аммиак Выдергивает Серебро Выпадает В осадок Аргентум Йод И остается 2 аммиака Почему Реакция идет Слева направо А не наоборот Потому что Вот здесь Серебро Связано Сильнее Здесь Пр Порядка 10 минус 16 А аммиак Комплексообразователь Средней силы Он не может Очень сильно связать Серебро Немножко может Достаточно Чтобы растворить Хлорид Но недостаточно Чтобы растворить Едид А чтобы растворить Едид Нужен очень сильный Комплексообразователь Такой Как Цианид Йон И вот это Равновесие Смещено сюда Давайте посмотрим На соответствующий Расчет Вот что-то похожее Мы с вами сделали Да Вот это мы с вами Только что написали Константы равновесия Это мы написали И даже посчитали порядок 10 минус 3 Теперь смотрите Добавляем Калий Йод Это я уже не писал Давайте на доске Посмотрим Такой же типа Константы равновесия Аммиак Хлорида Калия Нет Потому что он В сокращенном Ионном уравнении Не участвует Ионокалия И хлора Они сокращаются Поделить на Концентрацию Диамин Серебра И Едид Ионокалия Ионокалия Но здесь Константы Ионокалия 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 Такая Такая же Константы Ионокалия 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 Железо Дальше Магнитные Оптические Свойства Это теория Кристаллического Поля И Равновесие С участием Комплексов Определяются Константами Устойчивости Сильный Комплексообразователь ЦН- Довольно слабые Вода И аммиак Основные Понятия Давайте смотреть Вроде бы мы все Сказали Так Эти три Просто из определения Комплексов Разные Леганды Хилатный комплекс Определили Все Мы с вами обсудили